С нами на связи Леонид Яковлевич, очень рады вас видеть. Прекрасно выглядели. Да, значит, да. Леонид, мы вот предыдущие полчаса говорили с человеком, которого, наверное, знаете, с Павлом Кудюкиным, представителем левых сил, и говорили с ним о том, что происходит. Я даже немножко слышал его, слышал ваше сделание. Да, про профсоюзном движении, он достаточно пессимистичен в этом плане, что все боятся. Как вы наблюдаете общественные настроения в России, их эволюцию, вот уже с точки зрения либерального части спектра, после тех событий шоковых, которые произошли в Буче, тех фотографий, которые облетели весь мир? Вы знаете, Леонид, мне кажется, что уже довольно давно разделение на левых и правых не имеет значения в России. Это уже давно не про то, про что-то, понимаете, ну это как, я не знаю, ну делить на брюнетов и блондинов, понимаете, или там на лысых и волосатых, ну это не важно, это уже давно не важно, понимаете. Вот, но если, конечно, там, знаете, там какая-нибудь страна, в которой там брюнетов берут на работу, а блондинов не берут, тогда это важно, да. А так это не важно. То же самое не важно левые и правые. Ну что левые и правые, да? Ну, вообще говоря, по сути, это мы как бы, ну левые говорят, если я правильно понимаю, ну левые говорят, что давай, значит, государство возьмет на себя там много социальных программ, ну, соответственно, будет брать много налогов и, соответственно, будет делать какие-то добрые дела. А правые говорят, нет, не надо много налогов, значит, все само как-то наладится, зато если налоги маленькие, то будет развиваться хорошо экономика и всем тогда будет лучше, да. Значит, в этом споре не может быть окончательной правоты, потому что всегда, когда долго у власти правые, то оказывается, что нет, нужно, чтобы пришли левые, чтобы они там маленько подкорректировали, когда долго левые приходят правые и так далее, это, в общем-то, какая-то штука. Но сейчас, сейчас обсуждать, нужны ли в России, там, я не знаю, увеличение налогов, увеличение социальных программ, или нужно, наоборот, значит, уменьшение социальных программ, чтобы дать свободу бизнесу и так далее, это просто вообще не про то. Это не про то. Наша страна с вами ведет, совершает страшные совершенно вещи, вот, и давно вообще, по-моему, схватилась жесткую диктатуру, и поэтому это не имеет никакого значения. Уже спор идет между людьми, которые, ну, слово патриотизм наши начальники испоганили просто до предела, к сожалению, да, но, в общем, на самом деле спор идет между патриотами России и теми, с одной стороны, куда относятся и ответственные левые, и ответственные правые, там, кто угодно, вот, с одной стороны. А с другой стороны, споры идут с теми, кто совершенно обезумил для кого Россия, либо место какого-то такого, ну, наглого захвата, заработка, ну, грабежа, даже, я бы сказал, либо это место грабежа, либо это вообще инструмент для реализации каких-то совершенно своих безумных идей, амбиций и так далее. Я здесь совершенно согласен, я просто сразу хочу сказать, чтобы меня не подозревали в желании, там, разделять на данный, в данном смысле на левое и правое, мы скорее на нашем канале, ну, говорим с представителями разных сложившихся общественно-политических сетей, да, которые, безусловно, имеют свою какую-то традицию, сыгранность, там, доверие между людьми и, там, ну, что греха-то таить, уровень взаимного неба, Недоверие между теми, кто себя идентирует на левом и правом части политического спектра, они достаточно высокие по-прежнему, несмотря на то, что я с вами на 100% согласен, что на данный момент есть некий общий знаменатель, который разделяет все, значит, группы, и левые, и правые, и либеральные, консервативные, и националистические, и так далее. И там, и там есть люди, которые стоят на антивоенных позициях, и там, и там есть группы, которые стоят, к сожалению, на позициях провоенных, да, и, соответственно, наша задача собрать максимальный кулак всех людей, которые стоят на позициях антивоенных, которые считают, что эту трагедию надо немедленно прекращать и использовать, собственно, их злость, их ярость, их неготовность принимать вот это кровопролитие для того, чтобы, наконец, поменялась власть в стране. И поэтому мы, соответственно, проводим все время такую перекличку, да, то есть, о том, а у вас что думают, а у вас что думают, а вы готовы действовать, а вы готовы действовать, да, что будет происходить. Вот сегодня мы публиковали фотографии с акцией, которая прошла в Москве, креативная, которую делали художники на улицах Москвы, там, у Храма Христа Спасителей на Красной площади лежали люди, которые, вот, изображали этих самых жертв Бучи, там, показывали москвичам, значит, о том, что происходит, и как вы считаете, может ли, например, эта акция стать на следующие выходные общероссийская? Можно ли из этого сделать что-то большое для того, чтобы всколыхнуть вот такой яркой картинкой российское общество? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Дело в том, что, ну, во-первых, последовательных противников войны в России где-то процентов 25-30. Из этих людей, то есть они все-таки меньшинство, примерно столько же яростных сторонников, вот эти самые отвратительные буквы Z. Кстати, общество российское не стало хуже. Вот многие в ужасе, откуда они взялись, их таких раньше не было, там, и так далее, нет, они были раньше. Точно так же, когда появились, пришел к власти Гитлер, то вот мне много лет назад, я разговаривал с тогда уже пожилым человеком, 20-го года рождения, немцам, которые помнят, как они приходили в власть, как нацисты приходили в власть. Вот он говорит, что в его доме его родители уже остались. Откуда вот эта шпана, вот эти, что мовики и прочее, откуда они взялись? Они на самом деле были, они просто сидели лавкой, человек, которому нравится написать гвоздем на чужой машине матерное слово, он просто сидел, понимая, что это нельзя делать, потому что страх наказания, потому что общественное осуждение и так далее. А Гитлер сказал этому человеку, парень, ты и есть цвет нации, ты и есть вообще настоящий немец, вот вперед, вперед и вверх. И они стали вперед и вверх, да, и 12 лет они творили этот кошмар, да. Вот, у нас в данном случае примерно то же самое происходит. Вот, и многие из тех, почему я думаю, что все-таки не получится всероссийская акция, по двум причинам. То есть, дай бог, чтобы я ошибался, дай бог ошибиться, но тем не менее, да. Значит, по двум причинам. Во-первых, люди обычно участвуют в том, ну, не такие креативные там художники, которым сам процесс очень важен, да, а такие, как бы, более обычные граждане, они участвуют в том, что, как им кажется, может привести к успеху. Но вот, когда люди собирались в 11-12-м годах на Болотной, там, на Сахаровой и так далее, то я хочу напомнить одну из речевок, которая тогда была очень популярна, жулики и воры, 5 минут на сборы. То есть, казалось, что вот еще немного это рухнет, тем более мы же, ну, многие из участников, я, например, прекрасно помнил, как это было в 91-м году, за 20 лет до этого, как вот мы чуть-чуть, мы еще поднадавили, и все рухнуло, да. Вот, ну, как в этой прекрасной белорусской песне, если я навалюсь плечом, если ты навалишься плечом там, то стены тюрьмы падут, да. Вот когда у людей ощущение, что стены тюрьмы могут подпасть, они идут. Этого ощущения сейчас, конечно, нет. Вот, значительная часть населения Российской Федерации понимает, что этот режим добром не уйдет, что этот режим не напугаешь таким способом и так далее. Ну, кроме того, режим демонстрирует жестокость в подавлении протестов, а нормальный человек не хочет ни в больницу, ни в тюрьму. Поэтому я думаю, что я боюсь, я опасаюсь и хотел бы ошибиться, что всероссийской акции не будет. Ну, я с точки зрения того, что вы говорите, я, кстати, согласен с вами на абсолютно, вот, на 100%, да, потому что я тоже считаю, ну, как даже если вспоминать основоположников, да, то классиков, то они говорили про условия революционной ситуации, что это не только верхи не могут и низы не хотят, эту фразу как бы все помнят, но, то есть, там еще одно есть условие для того, чтобы была руководящая, направляющая сила, то есть, политическая альтернатива, которая, может, эти самые настроения не могут и не хотят канализировать в какое-то политическое действие. На данный момент именно этой силы в России нет, и, соответственно, ничего и не будет происходить, я с вами полностью согласен, никто не видит в этом никакой целесообразности, то есть, идти на жертвы ради чего, да, то есть, для того, чтобы там получить личные неприятности, ну, то есть, это диссидентское действие, а не политическое. Но, тем не менее, вот вы, оба примера, которые вы привели, для меня, они оба очень такие важные насчет жуликов и воров, да, и относительно песни, что стены рухнут, и то, и то пришло в общегражданский протест с левого фланга. Жулики и воры – это, соответственно, речевка левого фронта, а «Стены рухнут» – это старая испанская республиканская песня еще времен гражданской войны в Испании, которая была переведена на русский язык группой Аркадий Коц, которая тоже наша вот совсем левацкая группа, они ее перевели сначала для протестов в шиесе мусорных, да, а потом перевели еще на белорусский язык и исполняли ее в Белоруссии, и, собственно, она стала главной песней белорусского протеста. Вот как вы считаете, может ли сейчас произойти такое заимствование методов, которые раньше были не характерны для протестов вот такого более либерально настроенного среднего класса? То есть, говоря еще о дуречевке левого фронта, сегодня с плакатом, завтра с автоматом. Может ли это произойти? Да все может произойти, на самом деле, то, как развиваются вот сегодняшние протесты, сегодняшние революционные какие-то и так далее, это же идет вот по схеме, с той схеме, которую так боятся наши начальники, эти самые цветные революции и так далее. Вот что такое цветная революция? Ну, вот у нас она была в 91-м, да? Я вам могу сказать, что я возле Белого дома тогда выяснил с удивлением, что рядом со мной стоит парень из общества памяти. Вот уж куда дальше-то, да? Он и я. Вот. И я даже его спрашивал, слушай, друг, а ничего, вот если они сейчас пойдут в атаку, то тебя в братской могиле рядом с женом похоронят, то есть рядом со мной. Вот. Чего будет-то? Он как-то так... В общем, смысл был такой, что это, конечно, неприятно, но все-таки надо сначала их как-то задавить, вот этих коммунистов, да? Вот. То есть люди объединяются по принципу морального неприятия происходящего. Морального, понимаете? Вот. В 91-м году я никогда не слышал, там, участвую во всех митингах, во всем прочем, да, я никогда не слышал разговоров о денежном навесе или еще о чем-то, да, или о монополии внешней торговли. Я слышал разговоры другие. Видеть не могу эту мразь, да, вообще. Жить невозможно с ними, вот, чтобы они не было там, и так далее, да. Это то же самое было, между прочим, на обоих киевских майданах, на обоих совершенно. На втором Майдане, например, я помню, я приезжал, кто посмотрел, значит, и, соответственно, сговорил, ну, там, весь Победитель. Немножко прерываетесь связь. Монолистов, да, до либералов. Да, немножко у нас что-то про проблемы. У нас тоже. Слышите меня сейчас? Да, сейчас слышим. А, вот, и, понимаете, вот на последнем всяких там митинге, на которых мне доводилось сбывать, ну, понимаете, никто не спрашивает, ты левый или правый. Ну, вот, никого это не колышит абсолютно, понимаете. Ну, потому что ясно вообще, что вот есть мы, есть они. Вот, и мы, и мы объединяемся по... Смотрите, я сейчас пытаюсь просить не про разделение, вот, на левое и правое, а, скорее, про разделение на методы борьбы, потому что, вот, одна из вещей, которая была характерна для российских протестов, вот, то, что называется, протесты на Болотной, там, 11-12-х годов, это было полное неприятие любых, там, насильственных методов. Вот, на Майдане люди, как бы, не боялись двинуть собой, да, там, может, невооруженным способом, но, тем не менее, весьма и весьма жестким. У нас, с самого начала, как там говорили, ну, там, это вот не для нас, это, там, те, кто к этому призывает, это провокаторы. Мы видели, как шли протесты в Беларуси, например, там, значит, вот, то есть люди на лавочках, в тапочках, там, значит, как бы, и так далее. Не-не-не, вот, то есть насилие, это, значит, не наш метод. Но именно, на мой взгляд, вот, события в Буче, например, они ставят вопрос именно ребром, мы или они, и что здесь будут все средства хороши в решении вопроса, мы или они, вне зависимости от политических взглядов участников этого сопротивления. Это уже не протесты, это уже именно, что сопротивление. Вот, ощущаете ли вы эту готовность? Не надо, мне кажется, не наценивать такую преданность мирным средствам борьбы, и только мирным средствам борьбы. Значит, хочу вам напомнить, что в августе 91-го Белого дома, собравшись там людям, их значения, идут на сознательное рискование своей жизни, ну, точно так же, как люди на Майдане, да, на сознательное поле штурма и понимание, что пойдут вперед, то многие стоящие здесь погибнут, да, и каждый это относил, соответственно, к себе тоже, да. Кроме того, хочу вам напомнить, что, ну, наверное, мы по-разному оцениваем, может быть, мы по-разному оцениваем сам факт этого, само это событие, октябрь 93-го года, октябрь 93-го года, лидер, тогдашний, безусловный лидер русских либералов, Егор Гайдар, привез на площадь к Моссовету тысячу автоматов с боезапасом, и еще 20 тысяч были на подходе. Вот, то есть в той ситуации было понятно, что, ну, вот, людям, в моих взглядах, было понятно, что только шариками хрен что сделаешь, да. Поэтому мне кажется, что люди в основном, неважно, правые или левые, достаточно адекватны, вот, и когда мирного протеста хватает, или кажется, что его хватит, конечно, нормальные люди не хотят ни крови, ни насилия, ничего, да. Но когда прижимают, зажимают в угол, загоняют в угол, ну, что поделось, ну, значит, загнали в угол. Вот, ну, ребят, не надо было, не надо было загонять в угол. Это, 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 безусловно, я просто смотрю, когда произойдет вот этот вот водораздел, да, когда люди будут предпочитать не свалить из страны, а свалить власть, да, и в разных, соответственно, социальных группах, в разных политических группах я вижу, что эволюция в эту сторону идет, но она идет по-разному. И очень большое количество людей, которых мы приглашаем здесь в наши эфиры, которые обычно ассоциируются именно вот с либеральной частью спектра, они говорят, ну, вот там что-либо сейчас делать бессмысленно, вообще бесполезно, какой-либо перспективы для сопротивления на данный момент нет, значит, надо либо уезжать, либо просто сидеть тихо, ждать, когда произойдет какой-то верхущий переворот, или когда там, значит, военные откажутся выполнить приказ Путина о применении ядерного оружия, и вот тогда, соответственно, эта власть падет, и мы, значит, как-то в этом примем решение. Вот что вы думаете про такую позицию, и что вы сами видите в обществе? Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что каждый человек решает для себя и имеет право решать для себя. Вот каждый, каждый совершенно человек. Если я за свободу вообще, значит, я и за свободу для каждого человека не участвовать в протесте. Это его право, да, это его право. Другой вопрос, что он потом будет внукам рассказывать, как он будет сам оценивать это и так далее, но сегодня, здесь и сейчас он имеет право не участвовать, если он не хочет этого делать. Да, имеет право, мне кажется, да. Значит, ну, между прочим, вот героическое сопротивление Украины совершенно какое-то потрясающее, восхищающее там и так далее, тем не менее, я хочу обратить внимание на то, что кто-то из украинцев берет в руки оружие, идет в территориальную оборону и так далее, да, или записывается, в общем, куда-то можно сейчас записаться, вот, а кто-то в рядах беженцев покидает страну, и это не только люди, там, больные, престарелые, там, и так далее, в общем, нет, это разные, это есть разные люди. Кто-то из них, из этих, допустим, здоровых и сильных людей, которые решили не воевать, кто-то включается в работу другого типа, в поддержку беженцев, еще чего-то и так далее, да, а кто-то и в это не включается, кто-то и в это не включается, ну, это как бы, ну, каждый, каждый выбирает для себя, каждый выбирает для себя, да, вот, значит, это номер, это номер раз. Номер два, значит, я думаю, что, вот, выбирая для себя, каждый должен делать то, что он может делать, то, что он может делать, и в частности, вот эта вот задача, о которой вы сказали, задача смены власти, прекращения агрессии, там, и так далее, вот, она, безусловно, очень важна, но и другие задачи, которые тоже стоят перед нами, перед теми, для кого, там, ну, своя страна, это не пустой звук, да, значит, надо понимать, что когда и, когда и если этот режим закончится, а я уверен, что это случится, я уверен, что это случится, не знаю, каким способом, значит, значит, но, вот, вот, со всех точек зрения, и события это показывают, и крайняя жестокость, ну, вот, то, что произошло в Буче, отвратительное совершенно, да, и неэффективность там, ну, и многое-многое другое, да, так вот, когда этот режим закончится, нам надо будет строить новую страну, нам надо будет просто строить, нам надо будет выстраивать, да, и к этому тоже надо готовиться, готовиться надо сейчас, иначе мы потом в цитноте напортачиваем вообще очень-очень и очень сильно. Поэтому мне кажется, что, допустим, ну, прямое сопротивление войне и так далее вещь абсолютно необходимая, и для меня является моральным императивом, поэтому, я не знаю, в курсе вы или нет, там уже после начала этой самой специальной военной операции, чтобы быть она проклята, я там был, стоял с плакатом «Нет войне Путина в отставку» и так далее, еще подписал, написал сам обращение к федеральному собранию, ну, понимая, безнадежность этого адресата, значит, начать немедленный процесс импичмента президента, президента Путина, вот, ну и так далее, да, для меня это моральный императив, но для кого-то нет, но просветительская работа, вот, какое-то просто разъяснение, оно необходимо, потому что наше общество состоит, ну, если предельно грубо говорить, из трех таких больших подгрупп, да, одна группа такие люди, как мы с вами, для которых все это жуть, кошмар, преступление, там, позор и все прочее, я, кстати, думаю, что теперь мы понимаем, что чувствовали немцы, многие, которые не поддерживали Гитлера в период Третьего Рейха, ничего, кроме стыда за отечество, да, вот, значит, вот есть такие люди, как мы, есть люди, которые с буквой «З», конечно, тоже есть, их тоже примерно столько же, сколько нас, но чуть поменьше, мне кажется, вот, и есть между нами, есть еще одна группа, которая, в общем, поддерживает, но поддерживает потому, что им задрели голову, потому что они верят, что в Украине нацисты, которые на нас напали, что на нас напали американцы, что на нас напали бандеровцы, национальности которых неизвестно, может быть, все-таки евреи, вот, ну, и так далее, и так далее, да, вот они верят во всю эту ахинею, они верят в то, что мы самые лучшие, и поэтому нам все завидуют, поэтому нас все ненавидят, поэтому нас хотят как-то опустить там, и так далее, вот, Ну, и эти люди, да, эти люди не знают о реальном ходе военных действий, потому что они смотрят телевизор, а в телевизоре все, вы не поверите, совсем не так, как на самом деле. Вот, там рассказывают что-то совершенно другое. Вот, ну, расправу в буче сделали сами националисты, как известно, которые сами же бомбят свои города. Люди в это верят, да, это не делает им честью, честью их интеллекту, их совести, кстати говоря. То, что они в это верят, но они в это верят, да, и поэтому надо им объяснять, что все не так. И поэтому моральное сопротивление не менее важно, чем любое другое. Надо показывать, что не все верят, ну, и так далее. Когда мальчик сказал, что король голый, то очень многие увидели, что король голый. Вот, понимаете, они раньше не видели, многие люди не видели, что король голый. А когда мальчик сказал, что король голый, они это увидели. Значит, надо говорить, что король был. В общем-то, он еще при этом не совсем король, что скоро тоже увидят все. Спасибо вам большое за эти слова. Долой самодержаве, мы обязательно с ним справимся.